Михайловский звон Каким образом предводитель ангельского воинства связан с нерожденными младенцами? Хабаровчане присоединились к всероссийской акции «Неделя за жизнь». В ее рамках были отслужены покаянные молебны. Мы сейчас с вами видим, что все те несчастья и обеды, которые у нас возникают, как говорит Боисий Тогорец, проблема не в том, что нет лекарств, а проблема в том, что мы грешим. Айти на греховный образ жизни раздражает одну болезнь. Греховный образ жизни раздражает другую болезнь. И все эти трудности происходят все больше и больше. По статистике в России только в период с 2000 по 2018 год было совершено 25 миллионов абортов, а первый декрет об абортах в нашей стране подписал Ленин. Сталин после Великой Отечественной войны запретил избавляться от нерожденных малышей. Однако Хрущев возобновил кровавый конвейер. Акцию «Неделя за жизнь» организаторы приурочили к Всемирному дню защиты прав ребенка, а также к празднику архистратига Михаила и всех небесных сил. Они являются защитниками от зла. Знаете, вот кто-то поиски Богородицы ждет и хочет забеременеть, а кто-то кромсает своих детей, если откровенно говорить. И некоторые сразу понимают, что они сделали, и уже ничего не вернут. А кого-то вот эта боль, раны душевные, ну и телесные, конечно же, последствия, они через 5, через 10 лет, через 20 начинаются. Это очень важно. Если кто-то думает, что, ну, например, духовной составляющей в этом нет, ну, хотя бы об этом задумайтесь, о том, что ваше тело очень сильно страдает, о том, что ваша душа очень сильно, психика страдает, и семья ваша. В свое время Сергей Игнатий Кричин был так, в своем институте писал, если Россия достигнет количества 500 миллионов человек, это будет самая сильная держава на планете. И он всегда предполагал, что как только Россия достигнет того предела, то Россия в мире начнет иметь давляющую роль и помогать всем государственному миру. Но мы с вами видим, что происходит сейчас. Да, мы до сих пор уже пришли больше 100 лет. До сих пор мы, если на цифры налог не увеличатся, а просто уменьшаются. Православная церковь не только призывает, но и помогает. Так по инициативе епархии в женских консультациях появились кабинеты предапортного консультирования. Дальневосточницам помогают психологи-врачи. При Елизаветинском храме действует гуманитарный склад. Мамы могут получить помощь от колясок до детского питания. Сотрудники социального отдела заметили одну особенность. Как показывает жизнь, если женщина принимает решение сохранить и оставить ребенка, у него выравнивается жизнь. Они мирятся с мужчиной, выходят замуж, у них там с работы все получается. Поддерживают родителей, даже если были в плохих отношениях. Если женщина не делает греха, как-то вот все разворачивается к ней, и все вокруг начинают помогать. Ну и мы, конечно, поможем. В праздник небесного воинства во всех храмах епархии зазвучали колокола. Ровно в полдень благовестники напомнили людям о ценности каждой человеческой жизни. К Рождеству Христову начали готовиться дальневосточники. Праздник предваряет пост. Он будет не строгий. Разрешены рыба, морепродукты. А вот от мяса, молока и яиц здоровые люди откажутся. Послабление, конечно, есть. Например, для беременных женщин, кормящих матерей. Физическое давение в помощь душе. Во время поста христиане станут бороться со своими страстями, чтобы приблизиться к Господу. Они постараются больше молиться, чаще бывать на богослужениях. А еще станут учиться прощать и, конечно же, делать как можно больше доброго тела. Здесь можно будет не только помолиться, но и отдохнуть. Храм Николая Чудотворца должен стать духовным центром села Тополева. Какие дальневосточные особенности у церкви, что возводится всем миром. Храм строится, но службы уже идут. Староста топит печку. Прихожане не должны мерзнуть. В прошлом году на отопление ушло три машины дров. В этом администрация подарила церкви деревья, которые спиливали в округе. На всю зиму хватит. Покупать уже не надо деньги. Можно лишнюю копейку потратить на храм, как говорится, на благоустройство и внутри убранство. Вот у нас отец Олег. Это, как говорится, опора и наша надежда. А мы уже у него помощь, как говорится, бывший военный. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Настоятель просит долгих лет жизни для тех, кто трудится и молится в храме. А дел у прихожан не в проворот. Они помогают строителям. Так теперь территория огорожена декоративной решеткой с резными воротами. Появились скамейки и беседка. Последняя по благословению митрополита станет летней часовней. До этого территория была проходной. Кругом грязь, вместо ограды бетонные плиты. Прошлой зимой была даже попытка забраться в церковь. Разбили окно в алтарь. За это лето удалось, во-первых, выполнить мостовую, такую керамическую вокруг храма, оборудовать будущие клумбы, потому что наши прихожанки, вы знаете, особенно, может быть, даже дальневосточные, родеют ко всякого рода в флоре, украшают. У нас, в принципе, приходит как семья большая. Это сплоченность вот такая наша, помощь друг другу, любовь. Женщины у нас одно делают, мужская сила другое. Ну, в основном так по хозяйству, чтобы. Ну, устройство, потихоньку строим храм. Храм строится на пожертвования. Уже есть крыша. В церковь людей приглашают колокола. Выполнены они в Усть-Каменогорске. Московские мастера написали образ покровителя храма. Святой Николай Чудотворец изображен с дальневосточными особенностями на фоне реки Уссури. Что же касается служб, то они проходят каждую неделю по субботным воскресеньям. Плюс большие... Почему церковь так относится к абортам? Священники считают это убийством. Но на ранних сроках это же, наверное, не человек. Если мы возьмем с вами контекст Евангелия, Священного Писания, Евангелие от Луки, мы с вами вспоминаем явление Архангела Гавриила, Престой Богородицы. И когда он явился, он сказал, что ты должна родить ребенка. И она сказала ей, сей раба Господня, да будет послово по ему. И церковь считает тот момент, как только Архангел Гавриил возвестил ей весть о том, что он ждет ребенка, то в этот момент произошло зачатие от Духа Святого, Престой Богородицы, о Господа Иисуса Христа. То есть раз в это мгновение произошло воплощение Бога Словом, о Богородице, то мы считаем, что в человеческом естестве в самый первый момент, в самый первый момент встречи мужчины и женщины, в близких отношениях, как мужа и жены, сразу возникает жизнь. Поэтому пресечение этой жизни даже с самого первого момента является грехом. Так когда у человека появляется душа? Есть документ в Русской Православной Церкви, называется «Социальная концепция Русской Православной Церкви», в которой говорится об этом очень подробно. Что здесь объясняются причины, механизмы, с точки зрения уже профессиональной, медицинской и богословской, каким образом это происходит. Но из контекста Евангелия каждый человек может понять, в какой именно момент происходит появление жизни. Именно сразу первый момент дарования благословения Божьего, вот медицинский параметр, пускай медики назовут, вот и на богословском, что сразу в момент встречи мужчины и женщины, как мужа и жены. Я обращусь только к практике духовников, которые пишут свои книги, которые очень много, гораздо больше лет, чем я работаю, служат именно в данном духовничестве. Мы можем взять отца Иоанна Крестьянкина, отца Иоанна Крестьянкина, мы можем взять Схилюбина Савва Стапенко. Вот в их книгах рассказывается, в их письмах раскрывается проблематика семьи после совершенного этого греха. Мы часто видим, что дети в семье непослушные становятся. Мы сразу видим, что отражается на здоровье женщина, отражается на трудности в жизни мужа, который совершает этот грех. И эти проблемы потом за собой верениться, как цепь тянут другие проблемы. Болезни, скорби, несчастья. Люди не видят эти закономерности. Эти закономерности можно проследить. То есть это вот из практики опытных духовников эта сложность, которая возникает. Потому что люди не сопоставляют эти вещи. Человек, не обращающий внимания на духовное, составляющие на заповеди божественные, не вымывает к своей духовной жизни, часто может обвинить в этом. Кого угодно. Да, там, допустим, родители, мужа, жену, или врачей даже, что врачи виноваты. Но проблема здесь не включается как раз уже не в последствии, а в причинах. Причина всегда кроется как раз в конкретном грехе коррекции. Ответственность ложится не только на женщину, но и на мужчину. Мы знаем с вами, что если мужчина, в первую очередь, говорит об этом, что она должна сделать, он в первую очередь несет ответственность. Потому что мужчина является главой семьи. Он принимает ответственное решение. Но если женщина принимает это решение самостоятельно, в укор мужчине, мы знаем, что это одно из являются причин официального развода церковного. Если мужчина ставит на то, чтобы женщина родила ребенка, женщина делает аборт, то мужчина имеет, ставит в себе право развестись. Потому что нарушая самую главную заповедь «Не уби», женщина случилось может. И муж в этом отношении является невиновной стороной. Мы с вами тоже понимаем, что создание семьи, создание любой семьи, предполагает некое единомышленное. Что мужчина, создавая семью, то есть он же тоже участвует в этом, он знает, с кем он будет заключать брак. Он должен оговорить эти моменты. Он должен понимать, с кем он. Если он видит, что человек несерьезно, легкомысленная ответственность на мужчина тоже ложится, то есть он изначально должен был это знать и видеть. Я слышала, что церковь каким-то образом связывает ЭКО и аборты. Мы называем ЭКО, да. ЭКО во время, в тот момент, когда происходит соединение клеток, мы знаем, что в медицинской практике некоторые клетки уничтожаются. И церковь тоже признает это грехом, приравнивая греху где-то убийство. И часто мы с вами видим, что последствия оплодотворения искусственным путем тоже приводят к инвалидности, приводят к предуслуженствам в семье, приводят к разводам в семье. Человек не представляет эти вещи, он думает, что да, это не влияет на меня. То есть план духовный от него ускользает. А свойство ума человека такое, что он не знает духовных причин, он начинает искать следствие в мире видимом. И, конечно, он находит какую-то для себя причина определена, но также первопричину он не решает ее. Человек, исключая в своей жизни духовный пласт, фактически себя решает некоторых законов, которые влияют очень глубоко на его жизнь. Что делать женщине, которая уже совершила аборт и поняла, что натворила? Пасть в отчаяние? Если обратимся к церковной практике, мы обратим внимание, что в чине крещения, который совершается в церкви, включена одна молитва. Молитва звучит так. Молитва над женщиной, когда извержит младенца. И вот эта молитва читалась над женщиной, которая извергла младенца. И в этой молитве говорятся условия. Или это было вольно, или это было невольно. То есть спрашивается прощение Бога о том, чтобы женщина была прощена в этом грехе. И это убийство является таким же грехом, как все остальные грехи. Поэтому принцип и покаяния применяется общим. То есть человек должен пойти на исповедь, принести покаяние и в своей будущей жизни не допускать этого греха. И насколько возможно всей своей жизнью показать, что для меня этот грех является... Если душа человеку дается в момент зачатия, то что происходит с детьми, от которых избавились с помощью абортов. Откретного, точного церковного учения об определении участия младенцев мы не имеем. Это остается за гранью нашего богословия. То есть находится в руках Божьих. Господь каким-то образом, таинственным скрыл от нас эту участь. Мы не можем назвать причин, почему это происходит, каким образом это есть. Но мы знаем, что грех, где то убийство является грехом, что церковь молится за женщину, что она приходит. Все остальные вопросы женщины уже определяясь духовником на исповеди конкретно. Может ли женщина молиться за детей, от которых когда-то избавилась? Мы, по крайней мере, официальных молитв мы не видим. Мы видим молитву покаянного, частью которой была утверждена церкви. На сайте Патриархии мы можем найти молитву. Молитва именно принесения покаяния за свой содеянный грех. Но за младенцев и молитв пока еще официальных не видим. От сердца, я думаю, что надо здесь посоветоваться конкретно со священником. Отдельно подойти и поговорить. Потому что официально опозит церкви по этому вопросу нет. Да, потому что это таинственное вопрос. Потому что со временем многослов, может быть, и церковь, и святые заново раскроют для нас этот вопрос. Но пока он остается за гранишем, понимаем.